Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе. Мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих. Внешнеполитическая философия Китая не агрессивная. Она всегда ищет, внешнеполитическая мысль Китая, всегда ищет компромиссы. И мы это видим. У нас следующий пункт такой. Нам всё время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в такой мягкой форме, но, тем не менее, это та же самая страшилка. Вот объём сотрудничества с Китаем растёт, растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерацией. Спросите у европейцев, они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю. Но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно, когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин так говорит, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера, и простых линейных решений здесь нет, так же, как с долларом. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения Устава Объединённых Наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблемы у тех, кто принимает решения. У нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году, в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов. По китайской статистике, 240 миллиардов долларов, если в долларах всё считать, у нас товарооброс с Китаем. И очень важная вещь. Он у нас сбалансированный этот торговой оборот. И он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный.